Каковы особенности голодного насыщения у человека? Механическая паза, за которой следует паза химического насыщения или так называемая сытая кровь. Они отсрочены. Тут есть такая физиологическая штучка. Мы можем быстро что-то съесть, что-то упало в желудок, первое впечатление мы получаем. Но пока пища пошла дальше, пошла дальше. Пока она ферментами порезалась на кусочки, пока эти простые вещества, аминокислоты, глюкоза, простые жирные кислоты всосались, нужно хотя бы 5-10 минут. И поэтому вторая фаза, которая заканчивает насыщение, делает его полным, она отсрочена от механической фазы. И когда мы смотрим на континуум голодного насыщения, то есть голодного насыщения – это не два состояния, включено-выключено. Нет такого, что есть голод, есть сытость. Есть всегда какие-то градации. То есть вот мы посмотрим на эту стрелку. Посередине там ни сыт, ни голоден. Если мы уходим влево, голод, то голод, сильный голод, 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 да, умирая от голода. И набором в другую сторону. Сытость, еще большая сытость. Ой, держите меня, сейчас лопну. Так вот, особенности современного питания таковы, что они подталкивают многих людей к перееданию. Мы будем говорить про гулемию, так чтобы вам было понятно. Но первые факторы переедания – это физиологические. Как это происходит? Смотрите. Обычное питание офисное. Люди проснулись рано утром. Очень часто на улице еще темно, тело спит, но мы себя, мы, да, я так обычно не делаю, но кто-то делает. Буквально упинаем с кровати. Есть неохота, потому что тело еще спит. Кто-то упивает чашку кофе или чашку чая, может быть проглотит печеньку. Детей мы еще составляем есть перед школой, а сами такое как. И вот, или даже вообще никак не поедем. Все. Пришли на работу. Дальше нас захватила деятельность. Это следующий фактор. Внешний вид против внутреннего. Дальше нас захватила деятельность. И мы в какой-то момент очнулись, потому что все пошли на обед. А то и не пошли. А если пошли, что поели? В лучшем случае, там, какой-нибудь офисный перекус. А в худшем случае опять чай попили с печеньками, с трампетками. Немножко перебили голод. И опять ушли в какую-то деятельность. И получается, если мы вернемся на предыдущий слайд, получается регуляция голода насыщения. Получается, что центр насыщения до конца не активируется. То есть нет ни механической фазы полноценной, ни тем более химической фазы полноценной. Когда все питательные компоненты поступают при основных видах. Это аминокислоты, это глюкоза и жирнокислоты. Не должны все поступить. Вот, допустим, если чай с печеньками, там ни механического насыщения нет, ни белкового насыщения нет, ни жирных кислот нет. Есть только глюкоза, которая поступила. Тоже неполноценное насыщение. Получается, что центр голода все время активен. И активность накапливается, 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 потому что она не подавляется. И затем, когда человек оказывается, да, вот видите, я еще раз напоминаю, что есть некий зазор между механической фазой и химической. И затем, когда человек оказывается дома, он нерегулярно ел, он ел не очень такую сытную еду в течение дня, это в лучшем случае, а то я вообще ничего не делал. Он пришел домой, и тут еще бегают дети, тут включен телевизор, кто-то говорит о том, что надо бы еще сходить в магазин, а на выходные сделать ремонт или поехать к маме. И вот это вот все. Человек сталкивается с тем, что он чувствует сильный голод, как будто бы голод накатился. Человек под воздействием этого сильного голода начинает ест. Ест, 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 ест. А мы помним, мы помним, что у механической фазы нет такого полноценного насыщения никогда, она не дает. То есть желудок может распирать, но вот это ощущение сытости, что человек наедется, ему не будет, пока не будет химическая фаза. Она отсрочена и под воздействием вот этого сильного накопленного голода. Что происходит? Человек съедает гораздо больше, чем нужно. То есть вот это первая такая предпосылка, чисто физиологическая. Плюс очень часто во время еды человек отвлекается на что-то, на что-то внешнее. А с точки зрения физиологии для выживания нам более важны восприятия отдаленное. То, что мы видим, то, что мы слышим. Поэтому если мы в это время разговариваем, смотрим что-то, конечно, мы игнорируем сигналы насыщения. Первые они такие достаточно слабые, мы их пропускаем. И только потом спохватываемся, когда уже наступила химическая фаза, но желудок уже набит. Ой, что-то мне плохо, я обиделся. Да, потому что до этого был накоплен голод, до этого было некачественное, нерегулярное питание, потому что во время, где человек отвлекался. Вот вам типовой механизм переедания. И когда мы говорим про булимию, про компульсивное переедание, первое, что мы должны сделать, вот когда к нам приходят люди, нам нужно наладить нормальное, регулярно сытное питание, чтобы убрать физиологическую базу. Если мы это не сделаем, все остальное не имеет смысла. То есть вначале нужно, чтобы человек научился себя регулярно кормить. Есть план марш-хэринг, я про него немножко позже скажу, а если нет, то напишите мне, я тогда скажу. Три регулярных перекуса, и два, вернее, три регулярных приема пищи, и два перекуса, или даже три перекуса. То есть формула 3 плюс 2, или 3 плюс 3. То есть человек должен потихонечку регулярно есть в течение дня. Это то, что сохраняет его от переедания. Факторы переедания. Это во многом чистая физиология. Только после того, как мы убрали физиологию, мы начинаем рассматривать следующее. Не использовать ли человек еду как транквилизатор, как средство социальной коммуникации. Не использовать ли человек еду как способ занять какое-то пустое время, как способ себя наградить, как способ себя наказать. Бывает так, что у одного человека сочетается все это. Он себя еду и награждает, и наказывает. И еда – это способ коммуникации, еда – это интерактивизатор, чтобы справиться с тревогой или как-то победить депрессию, хотя бы не мог. Помните, мы говорили про депрессию, что там часто сопутствуют расстройства пищевого поведения. Или наоборот, расстройства пищевого поведения нереченные могут вызывать депрессию, потому что что такое, никак с собой справиться не могу. Да. И только после того, как мы справились с физиологией, наладили ее, мы занимаемся психическими факторами. Вот порядок такой. Продолжение следует... Продолжение следует...